Всем привет! Андрей Юртаев снова в шортах. На самом деле, стоит пояснить, почему какой выпуск, уже который выпуск подряд Андрей Юртаев в шортах, потому что на самом деле он бегал, и пробегая мимо, я тебя завлёк сюда, в студию, чтобы ты со мной... Так ты бегал или я? Ты бегал. Ты бегал вокруг здания? Ну, у тебя пробежка утренняя была, сейчас же лето. Ты бегаешь? Да. Вот. Поэтому ты в шортах? Ну, я в других бегаю. Футболка сухая и совсем не пахнет. Андрей Юртаев, Абдулов Эмиль — это... Сегодня мы поговорим о том, как вообще появилась Национальная хоккейная лига, потому что на самом деле, если покопаться в фактах, почитать историю, то на самом деле история создания хоккейной лиги — это когда несколько человек в хоккейных функционерах объединились против одного токсичного типа, которого звали Эдди Ливингстон, и, собственно говоря, его настолько жёстко хаители, что решили придумать Национальную хоккейную лигу, главное, чтобы с ним больше никогда не пересекаться. Ты знаешь, когда чатики там создаёшь, где-нибудь там, ну, какой-нибудь рабочий чат, а потом ещё отдельный создаёшь, чтобы там кого-то не было. Обычно там руководства, компании нет. Например. Ты хочешь про это, вот про Эдди Ливингстона ты хочешь? Да, ну вообще, ну... Мне кажется, там просто лиге больше ста лет, много чего интересного происходило, помимо того, как они объединились без одного товарища. Ну, хорошо. Изначально была Национальная хоккейная ассоциация. Давай так. Ну, действительно, изначально Национальная хоккейная ассоциация, то есть это то, что вот считается предшественником NHL, NHL. Но я бы тогда здесь говорил о том, что, в принципе, первые вот лиги какие-то такие более-менее стали появляться ещё в конце 19 века, то есть там типа 1880, там плюс-минус какой-то год. Вот в это время стали первые лиги зарождаться, и какие-то чуть подольше, какие-то чуть поменьше просуществовали, но конкретно NHL действительно считается таким вот потомком лиги, которая называлась NHL, то есть Национальная хоккейная ассоциация, и вот эта лига... Ещё это напоминается часто в аналог истории, что была, кроме NHL, была хоккейная ассоциация Тихоокеанского побережья. ХАТП. Как? ХАТП. Ну, хоккейная ассоциация Тихоокеанского побережья. Нет, просто потом была лига, она называлась немножко по-другому, ну да, типа там была Pacific Coast Hockey, то ли лиг, то ли ассоциация, как-то вот так. Это вот, значит, немножко перескакиваю, но это тоже, это важно на самом деле, потому что кубок Стэнли, который мы привыкли считать трофеем Национальной хоккейной лиги, на самом деле стал принадлежать Национальной хоккейной лиге только вот уже спустя несколько сезонов, после того, как лига, в принципе, организовалась. То есть кубок Стэнли появился как приз хоккейный, появился раньше, чем появилась Национальная хоккейная лига, и изначально этот кубок, он вручался вот победителям, допустим, турнира такого-то или такого-то, и потом какое-то время кубок, вручался победителям турнира среди победителей лиг, то есть вот так это было. Ну то есть была лига непосредственно НХЛ, когда она уже появилась, или НХА, соответственно, до этого. Была, помимо этого лига, вот как ты сказал, Тихоокеанского побережья, была лига Западной Канады, то есть когда мы говорим об НХЛ, НХА, вот как это все организовывалось, это все равно Восток, то есть это Канада, Монреаль, Оттава, Торонто, плюс Северо-Восток, США. И была еще Лига Справедливости. Да. В другой вселенной еще была... Причем не Марвел, а DC. Да, вот. И, соответственно, когда ты становился победителем сезона в Национальной хоккейной лиге, ты дальше играл уже с победителями вот этих других лиг непосредственно за кубок Стэнли. И в частности, то есть были истории, были случаи, когда обладателем кубка Стэнли становилась команда, не игравшая в Национальной хоккейной лиге. Вот это поворот! То есть не в НХЛ, а вот в другой лиге. Но это, если мы возьмем примеры, это как в футболе Лига Чемпионов, получается, когда победители разных своих национальных чемпионов... Я бы, знаешь, я бы больше это сравнивал с мемориальным кубком в Канаде в СЕЙЧЛ, потому что, ну, не так много все-таки этих лиг, то есть их не было 20. А как, допустим, мемориальный кубок в СЕЙЧЛ, это вот три лиги, победители трех лиг, плюс там, допустим, команда хозяева турнира, вот они играют между собой в турнире, они получают этот мемориальный кубок. Вот я бы больше вот с этим сравнивал, как это было в хоккее. И там первые годы, когда я вручался в Кубок СЕЙЧЛ, то есть на первый сезон национальной хоккейной лиги. Вот, но это действительно происходило так, а сама национальная хоккейная лига была образована, как вот ты уже начал рассказывать, была такая лига, она называлась NHL, она несколько лет существовала, потом в один момент, опять же, там владельцы команды, они так решили, что нам не нравится вот конкретный вот этот товарищ, а давайте мы без него соберем и просто собрали лигу, назвали NHL. Собственно, одну букву, то есть поменяли, немножко там поменяли правила. Это тоже, кстати, такой любопытный момент, потому что даже вот если сейчас с позиции нашего времени мы будем смотреть там на 30, на 40 лет назад матчи вот какие-то архивные, там совершенно другие правила игры в хоккей, вот сейчас даже, мы на 90, там какой-нибудь восьмой год посмотрим, там совершенно другие правила игры в хоккей, а это, считайте, мы откидываем еще назад минус там 100 лет, то есть даже количество игроков на площадке, которая одновременно находилась, оно тоже варьировалось, то есть там где-то могло быть, вот как сейчас у нас там 5 пылевых плюс вратарь, где-то могло быть 6 пылевых, то есть вот это все тоже вот еще происходило, как-то так вот, в таком еще неупорядоченном виде. Это как дворовый какой-то, получается, спорт, а самый толстый на ворот уставал, наверное. Например, и вот, нет, просто знаешь про правила, мы вот когда говорили про Визину, там ведь что было еще интересно, когда Визина начинал свою карьеру, здесь или здесь, да, вратарям нельзя было отбивать шайбу лежа на льду. Ну да, фиксировать, фиксировать нельзя еще было, по-моему. Ну, типа накрывать. Сейчас не помню тонкостей, но смысл в том, что вратарь должен был играть стоя. Да, в стойке, да. То есть как вот в футболе есть правило, что лежа нельзя играть в мяч? Ну если ты, да, нельзя в футболе лежа играть. Но если ты вот в процессе игры ты упал, ты, значит, лежа вот там-то играть ты не можешь. Я видел один раз такое. Ну это неправильно. Это Зидан так делал. Да, я был на матче отступления. Я был на матче Лиги Чемпионов в 2003 году. Я не знаю, есть ли тут футбольные болельщики, вы можете написать в комментариях. Локомотив московский играл дома в Москве с мадридским Реалом. И был момент, когда то ли подскользнулся, то ли упал Зинедин Зидан. Да, и вот он там одной ногой лавировал, ну то есть он прям пытался обвести лежа одной ногой несколько футболистов локомотива. Да, и так можно было, ему разрешили? Ну это Зидан, ему можно все. Ну слушай, я вот был уверен, что нельзя играть в футболе лежа. Ну то есть подкат, понятно, чтобы прям лежать и как-то там еще вот это вот все. Может в авторям нельзя лежать? В общем, я не знаю, но в хоккее вот в десятых годах двадцатого века нельзя было действительно играть вратарям лежа, там сидя, как сейчас они на коленях все там ползают. Вот такого нельзя было делать, обязательно надо было играть стоя. И потом уже вот в разгар карьеры Визины это правило отменили, но Визина все равно продолжала играть стоя. Потому что сложно переучиться. Возможно. Это же очень многие вратари, они сталкиваются с тем, что когда появлялись, это то же самое, знаешь, когда появилась, то есть техника слайдов. То есть она появилась относительно, ну относительно. Ну лет сколько там, тридцать надо? Ну да, это относительно недавно, и многие вратари не могли перестроиться и вот научиться слайдить. Это очень сложно, и поэтому они перемещались вот как они там на коньках. Ну да. Вот, и соответственно, это я просто вспомнил в связи с тем, что правила игры в хоккей были, разными, в разных лигах, и как-то это вот все более-менее еще такой процесс притирки переживало. Ну и соответственно в 1917 году все-таки вот владельцы, которых не устраивала там вот политика, там не знаю, какие-то вот взаимоотношения с тем самым Ливинстоном, про которого ты вспомнил, собственно они просто организовали отдельно от него свою лигу, назвали ее НХЛ, и на старте лиги в первом сезоне участвовало 4 команды всего, 4 команды. На самом деле там участников лиги было 5, но одна из этих команд, пятая, Куэбек Бульдогс, такая была команда, она не сразу включилась, они членами лиги были, а в хоккей реально при этом не играли. Какие были команды? И вот здесь, мне кажется, это такая важная штучка, потому что у многих в голове есть такое представление, что вот есть оригинал 6, оригинальная шестерка. Так. Мне кажется, многие думают, что это те вот самые первые 6 команд, с которых и началась лига. Типа отцы-основатели. Да. Но это не так. Но это не так. Да. Это действительно не так, потому что 4 команды, это, как вы понимаете, просто меньше, чем 6. И из этих 4, 2 команды было из Монреаля, то есть это Канадинс непосредственно, и такая была команда, называлась Монреаль Wanderers. Wanderers. Wanderers, да, как-то так. И была команда Отава, сенаторы. Да. И была команда из Торонто, которая еще не называлась на тот момент командой Maple Leafs, то есть там было другое название, они эти названия менялись. Да. Вот, и потом они спустя какое-то время уже стали Maple Leafs, но, тем не менее, это были вот предшественники Maple Leafs. В общем, вот 4 команды, 2 из Монреаля, 1 из Торонто и 1 из Отавы. Вот, это первый сезон национальной хоккейной лиги. 4 команды, и пошли они в этот сезон. И здесь тоже, мне кажется, любопытный момент, что Отава, команда, которая вот под этим самым названием, которое мы знаем сейчас, Отава Сенаторс, они были, получается, в числе основателей лиги, но при этом они не вот являются вот такой как бы оригинал, оригинал Сикс командой. И если помните, а может быть не помните, давайте я вам расскажу, нынешняя команда Отава играет в лиге с 1992 года. Потому что вот та старая Отава в 34-м году переехала в Сент-Луис. И там вместо Отавы Сенаторс стала команда Сент-Луис Иглс. Она присуществовала всего 1 сезон, и на этом закрылась. И то есть вот дальше с 34-го, с 35-го по 92-й год в НХЛ не было команды из Отавы. Несмотря на то, что Отава была командой одной из, в самом первом сезоне, национальной хоккейной лиги. Ну, а это опять же, это 30-е годы. Это вот время Великой Депрессии, время большого экономического кризиса. Там вообще, на самом деле, очень много команд прекратили либо временно, либо уже на совсем свое существование. А так вот они организовались, их было 4 сначала, они несколько сезонов играли вот так. Потом вот у них в середине 20-х годов пошли вот эти вот первые такие вот расширения. Впервые появилась команда из США, этой командой стал Бостон. И вот Бостон, он потом у нас тоже считается командой из Original Six. Ну и так вот постепенно количество команд стало подрастать. Там вот пришла команда из Питтсбурга, при которой мы тоже вспоминали и думали, почему они пираты. Питтсбург Пирот? Да. Она же вначале так называлась? Да. Да. Ну, а эта команда, она, это вот не те Питтсбург Пингвинс, которые сейчас, да? То есть была команда Питтсбург Пирот, потом она переехала из Питтсбурга. Куда бы вы думали, возможно, из Питтсбурга переезжать? В Филадельфию, конечно же. Как неожиданно так. И команда стала называться Филадельфия Квакерс. Квакерс? Квакерс, да. Квакеры из Филадельфии. В общем, была такая команда. Это вот все середина, конец 20-х, начало 30-х годов. Ну и вот, в общем-то, количество команд стало подрастать. Появились Нью-Йорк Рейнджерс вот тогда, в 20-х. Появилась еще одна команда из Монреаля. Она называлась Монреаль Марунс. И она даже выигрывала кубок. Из Нью-Йорка было две команды. Помимо Рейнджерс была еще команда, которая называлась Нью-Йорк Американс. Это не про отцы, Айлендерс. Ну, я не знаю, насколько там можно вот эти связи прослеживать. Но, в общем, это была команда из Нью-Йорка. Потому что сейчас вот из Монреаля там три команды в какое-то время тоже существовало. Ну, то есть как-то они же все равно там взаимодействовали. Ну, в общем, количество команд так вот подрастало. Там зашел Детройт, Чикаго уже, Blackhawks, вот именно с таким названием, зашли. И, в общем, в какой-то момент там в начале 30-х годов было уже 10 команд. И они уже поделились там на два дивизиона, по пять в каждой. В общем, уже такой был чуть-чуть более сложно сочиненный турнир. Уже большее количество матчей они играли. Не 20, как это было на заре лиги. Но вот 30-е годы, кризис, потом еще и война. И многие игроки, на самом деле, уехали на войну. Ну, это были канадцы в основном в лиге на тот момент. И, соответственно, вот они вооруженные силы, Канады, просто уехали. И все. И, соответственно, количество команд стало снова сокращаться. И вот здесь мы подходим к тому, что оригинальная шестерка — это вот набор команд, которые начали сезон 42-го года. То есть сезон 42-43. То есть лига существует уже, насколько получается, больше 20 лет. Ну да, да. И вот это проходит вот такой момент какой-то вот турбулентности вот эти 20 лет. И только вот потом в сезоне 42-43 появляется вот эта оригинальная шестерка. То есть Монреаль, Торонто, Детройт, Чикаго, Рейнджерс и Бостон. И вот уже этой оригинальной шестеркой НХЛ существует целых 25 лет. То есть вот такой большой отрезок времени, когда ни новых команд, ни новых владельцев, никого не появлялось. Такой, ну, не знаю, застой, не застой, как это можно называть это застоем или нет. Но вот 25 лет. Ну, просто сравните. Континентальная хоккейная лига существует 14 лет. И сколько у нас всего поменялось за это время. Ну да, ну, видишь, в НХЛ тоже на старте много было изменения. Тут 25 лет, 6 команд, все. И вот они, все эти 6 команд. Мы тут ноем, что СКА, ЦСКА каждый год играют в финале западной конференции. А тут, считайте, 6 команд. 4 из них выходят в плей-офф. Из этих 4-3 команды это, ну, там, в 99% случаев это гарантировано. Монреаль, Торонто и Детройт. Вот остальные, вот, то есть Детройт, Нью-Йорк Рейнджерс, Чикаго и Бостон, они вот, по сути, в 3 команды, которые за одно оставшееся место в плей-офф борются. Такая вот была лига на протяжении вот такого большого количества времени. Там были, естественно, самые разные правила, и уже касающиеся не только вот непосредственно игры, но и такие вещи, связанные с регламентом. Например, почему вот именно эти 3 команды доминировали? Монреаль, Торонто и Детройт. Хочешь ответить или я тебе расскажу? Я просто так подумал, ты, может быть. Типа, может, потому что Канада? Да, есть. Ну, то есть ты в правильном направлении здесь мыслишь. Внезапно. Да. Но там было прям, знаешь, какое правило? Там было такое правило, что если молодой игрок, ну, драфта тогда еще нет, драфт только в конце 60-х годов появляется в НХЛ, если молодой игрок родился в радиусе 50 миль от, ну, как это, домашнего дворца, грубо говоря, команды НХЛ, у этой команды есть эксклюзивные такие приоритетные права на подписание контракта с этим игроком. Ну, были такие правила. Какое? Они, наверное, достаточно скучно жили, получается. Ну, то есть города были не такие разветвленные, если такие правила были. Ну, я сейчас просто, смотри, я не могу применительно сделать сейчас к текущим каким-то городам миллионникам в той же России. Ну, грубо говоря... Все, кто живет в радиусе 20 километров от арены Балашихи. Что там, много ты хоккеистов классных наберешь? Ну, я не знаю, как там в Балашихе, там, вдоль пихорки так вот рассеянно. Но, да, в этом смысл-то есть. В том, что хоккеисты на тот момент — это, в первую очередь, канадцы. И логично, что вот Монреаль, Торонто — это две канадские команды. Детройт — это город, который на границе с Канадой находится. То есть, вот чуть-чуть вот на север — это уже Канада. Но это вот в радиусе 50 миль от Детройта. И, соответственно, Детройт может оттуда вот с Южной Канады получается эксклюзивно подписывать перспективных молодых игроков. А, соответственно, Бостон, Чикаго, которые от Канады, ну, чуть подальше, ну, подальше, чем 50 миль, они канадцев подписать уже могут, но только там в качестве уже, скажем, второй, там, третьей очереди. А американцев особо в хоккее играющих еще на тот момент нет. И, соответственно, составы просто вот этих двух канадских и одной околоканадской границы живущей команды, они просто гораздо сильнее оказываются, чем составы команд, которые живут чуть подальше. Это прям такой монополизм получается. Да, более того, если мы говорим про монополизм, мы вот с тобой начинали там предыдущие выпуски, там, что тебе говорит Ришард, там, что тебе говорит Визина. Да. Норрис. Так, да, это приз лучшему защитнику. Да, по итогам регулярного чемпионата, да. Да, но Норрис не был защитником. Он был владельцем Детройта. Это бизнесмен американский, я так понимаю, он довольно такой крупный бизнесмен. И это вот удивительно тоже по нашим временам, но он был владельцем Детройта, и плюс к этому он был, ну, как бы совладельцем двух других американских команд, то есть Чикаго и Рейнджерс. То есть он там был как-то, я не знаю, там, то ли как акционер, то ли какие-то там, то ли через, ну, типа, я владелец Детройта, а жена у меня там, типа, в этой команде. Ну, типа, он может быть, как вариант, он может быть мажоритарным владельцем в одной команде, именно ретарным. Ну, да, наверное, вот так. Ну, то есть сейчас этого невозможно представить, а так, по сути... Почему, почему? Ну, у многих владельцев клубов НХЛ у них, ну, окей, несколько клубов у них нет во владении именно хоккейных, но они же владеют. Ну, разных видов спорта. Да, разных видов спорта они владеют. Но это нормально, когда разные виды спорта. А у тебя две команды, которые соревнуются между собой, и ты, по сути, ну, вот как бы, и той, и другой командой владеешь. В России вы, наверное, поняли, про какие команды мы говорим. Ну, я нет. Ну, если мы не берем как частный капитал, а мы берем какие-нибудь государственные корпорации... Так. Ну, есть... Какие? Ну-ка расскажи. Ну, хорошо. СКА вам о чем-нибудь говорит? Нет, первый раз слышу. Или Авангард вам о чем-нибудь говорит? Ты там работал, да? Сейчас секрет раскрываю. Ну, да, ну, в общем, понятно, что иногда такое происходит, но в Энхелл, ну, это дикое, что сейчас у тебя, может быть, две команды у одного человека, да? Вот тогда у тебя всего шесть команд в лиге, и считайте, половину из этих команд, ну, вот там прямо и легкость навладеет Норрис. И даже была такая история, тоже еще один раз мы там вспоминаем всех вот этих людей, в честь которых названы потом какие-то призы. Тед Линдси-эворд есть такая, да? Тед Линдси, соответственно, играл за Детройт. И он там где-то вот в середине 20-го века в какой-то момент, он был одним из первых игроков, кто такой, типа, а может, профсоюз? Типа, может, давайте какой-то профсоюз надо создавать, потому что, ну, что вы нам эти медицинские счета, там, оплачиваете, там, через раз, там, вообще условия труда неблагодарные. В общем, он был первым человеком, который так вот начал вот за это профсоюзное движение среди игроков выступать. Такой прямо HR-менеджер получается. Ну, не HR, почему HR? Если он профсоюзный же так. Не, ну, если он занимается благоустройством, официальным трудоустройством, там, больничными листами и прочим, ну, это прям отдел персонала. Ну, хорошо, да. Ну, почти, да. И Детройт был вот одной из команд лидеров, как мы говорим, а Норрис, что сделал, он его просто спихнул в Чикаго. То есть, Тед Линдси там, а может, профсоюз? Чикаго, Black Hawk, себе, а не профсоюз. То есть, вот такая была строчка. Кстати, мы были аутсайдерами, Детройт был одним из лидеров. Начал заикаться человек про профсоюз. Все, пошел в команду аутсайдер после этого. В общем, такая была, вот не знаю, там, какая, авторитарно, не авторитарно, как это назвать. Ну, в общем, была лига, в которой мне сложно вот сейчас там с нашего времени, с позиции нашего времени судить, насколько она была реально интересной. Ну, то есть, истории много, там, рекорды, Морис Ришард, там, Горди Хо, вот это все, там, великие игроки. Но когда у тебя 25 лет подряд играет 6 команд, из них Монреаль выигрывает 10 кубков вот за этот период из 25-ти. 10, там, Торонто, соответственно, выигрывает за этот период, ну, там, 9, там, ну, и все, и там, Детройт, там. Ну, в общем, тебе, по сути, заранее понятно, кто будет играть в финале. У тебя фавориты из года в год одни и те же, аутсайдеры одни и те же. Если вдруг что-то пошло не так, это прям суперсенсация. Эти суперсенсации было, там, не знаю, 2 за 25 лет. Давай отдадим должное, что другого, какого-то подобного спортивного зрелища на том континенте не существовало. Подобного ты имеешь в виду хоккея? Ну, там же уже были другие виды спорта. Хоккей подобного уровня. Хоккей подобного уровня? Ну, в этом смысле, да. Поэтому, ну, окей, будете 25 лет смотреть, как соревнуются 6 команд, 3 из которых фавориты. Ну, пожалуйста, вот, ну. Ну, в общем, была вот такая лига, да. Была такая лига. Много было такого хоккея боевого, да, иногда даже жесткого. Опять же, это отчасти было обусловлено тем, что многие игроки служили в армии во время Второй мировой войны, потом это они вернулись. И такой был немножко кровопролитный хоккей с драками и вот этими штрафами и наказаниями о том, что мы вот вспоминали в связи с Ришаром, в частности. Я не знаю просто, где ссылка будет, да. Да. Вот. Ну и, в общем, вот такая эра продолжалась до конца 60-х годов. И в 67-м году произошла, ну, такая, не знаю, революция, не революция, но шесть сразу новых команд вдруг зашли в НХЛ. Здесь... Аттракцион щедрости прям. Да, но тут, понимаешь, когда мы говорим, что вот там Норрис, вот он такой был, монополист, по сути, владелец Детройта, все равно 25 лет, ну, люди не вечные. Да, владельцы хоккейных клубов, они тоже не вечные. А, вот что произошло. Ну да, ну просто так или иначе сменился состав вот этот управленческий, сменился состав владельцев. То есть мы вот опять же вспоминали там Кэмпбелла. И раз уж мы так периодически вспоминаем людей, в честь которых там какие-то призы потом были названы, Колдер, вот еще один человек, который потом оставил наследие в виде своей фамилии, это был первый президент лиги, он в семнадцатом, получается, как вот они эту лигу организовали, стал президентом, и вот он был президентом до сорок третьего года. Ну, то есть вот, считать, там, 26 лет он был. Он был президентом, да, потом вот пришел Кэмпбелл и тоже. Но в любом случае, ты вот 26 лет, там, сколько бы ты не властвовал, жизнь периодически кончается, потому что люди смертны, да, там некоторые иногда даже внезапно смертны. Вот. Ну и в итоге к концу шестидесятых годов, так, примерно уже вот этот управленческий слой, владельцы команд, люди, которые в лиге непосредственно занимаются вот этими всеми менеджерскими вопросами, ну вот все равно этот вот слой весь сменился, уже не было такого количества консервативных владельцев. На самом-то деле желающие проникнуть в лигу с новой какой-то командой, эти желающие появлялись и раньше, потому что, ну, все равно НХЛ хоть и владела Кубком Стэнли, но все равно помимо НХЛ были, ну, помимо этих шести команд, хоккей-то был. Да, да, да. И люди играли тоже в хоккей, были команды, но просто это были какие-то такие менее значимые лиги. Ну да, не такие престижные, не такие ценные по стоимости. Да, и желание проникнуть в НХЛ все равно было, и вот наконец в 67-м году уже получается сразу шесть, сразу шесть новых команд, то есть это удвоение количества участников произошло. И вот тогда вот как раз зашли и Питтсбург, и Филадельфия уже как разные команды, а не как одна, которая там переезжала. В общем, две команды из штата Пенсильвания, да, зашли Лос-Анджелес Кингс. Ну, в общем, вот была еще такая команда, она из Калифорнии, помимо Лос-Анджелеса, она в Окленде базировалась, такая была Окленд Силс или Калифорния Голден Силс, там тоже они вот по-разному. Золотые морские котики. Да, 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 вот. Ну вот, в общем, были вот эти команды, Сент-Луис Блюз зашел, и Миннесот Норд Старс, вот, собственно, те команды, которые зашли. И дальше этот процесс расширения, он так вот покатился, уже стал набирать обороты, и здесь этому поспособствовала, на самом деле, вот еще одна лига, которая в то время возникла. Эта лига, я думаю, многие про нее знают, эта лига называется ВХА. Ну, то есть она WHA. Вот такая была лига, которая, ну, вот, ставила перед собой задачу прямо вот, ну, скажем, потеснить НХЛ. Там были большие деньги, и игроков переманивали деньгами, и в итоге порядка 70 человек из-за клубов НХЛ, клубы ВХА сумели переманить, и главной звездой, естественно, был Халл, старший, Бобби Халл. Бобби. Да, и то есть его вот удалось выдернуть и в ВХА, ну, в общем-то, там деньгами соблазнить. И что делает НХЛ после этого? НХЛ начинает расширяться еще активнее, то есть они начинают бороться вот за, ну, за рынок, то есть вот они понимают, так, в Нью-Йорке построили на Сау-Колизеум вот этот. Они понимают, новый на тот момент современный дворец, надо его забирать себе, чтобы его не забрала себе ВХА каким-то образом. Это который сейчас уже не новый. Сейчас уже не новый, да. И так заходит в лигу команда Нью-Йорк Айлендерс. Да. Так заходит в лигу команда, которая носит название Атланта Флеймс. Это который будущий Трэшерс? Нет. Это который будущий Калгари Флеймс. А-а-а. Вот. И все, и вот дальше вот этот вот период 70-х годов, все, там чуть ли не каждый год. В лигу заходят новые команды. То есть вот зашли вот эти две, про которые я сказал. Потом заходит Вашингтон. Кэпиталс. Заходит команда из города Канзас-Сити. Она называется Канзас-Сити Скаутс. Потом оттуда она переезжает в Денвер, становится Колорадо Рокес. И потом она оттуда переезжает уже в 80-х годах в Нью-Джерси, становится Нью-Джерси Дэвилс. Вот. А вы знали? В общем, вот практически каждый год НХЛ новые команды себе вот так вот «давайте быстрее, быстрее, чтобы не досталось ВХА». И в итоге потом ВХА все-таки сама по себе подходит к коллапсу. И ВХА, присуществовав там порядка семи сезонов, захлопывается. И НХЛ забирает себе еще и из ВХА оставшиеся команды. И так в лигу заходит, между прочим, Эдмонтон Олерс с юным Уэйном Грецки. Уэйн Грецки, может быть, кто-то тоже не знает, это игрок, которого не было на драфте НХЛ. Его никто не выбирал, не драфтовал в НХЛ, потому что он зашел в НХЛ через ВХА. Он первый профессиональный контракт подписал с Эдмонтон Олерс. И когда ВХА загнулось, НХЛ забрала себе вот там Квебек Нордикс, Виннипед Джетс, Хартфорд Уэйлерс, который тогда назывался Нью-Ингланд Уэйлерс, и Эдмонтон Олерс с Уэйном Грецки в составе. И вот, собственно, будущий вот этот главный там Иисус американского канадского хоккея, он заходит в лигу через ВХА. То есть, ну, так как бы немножко через, не знаю, черный вход, да? From the backyard. Да. Здесь тоже интересно, что Грецкий же, почему вообще оказался в ВХА? Потому что, когда мы говорим о разных правилах, на тот момент в НХЛ нельзя было играть хоккеистам младше 20 лет. Ну, было такое правило, до 20 лет в НХЛ нельзя. Вот. А Грецкий было 17, его подписали в 17. Соответственно, в ВХА можно было играть в этом возрасте, там 17-18 лет, и, соответственно, Грецкий провел первый сезон свой там, и потом уже... Потом на законных основаниях просто перешел... А там, честно говоря, я понимаю, там немножко поменяли, видимо, уже правила к тому моменту. Ну, потому что они увидели, что... О, боже! Ломаем все каноны, которые были до этого, этот парень поднимет хоккей на новый уровень, ну, 100%. Да, и все. И вот так стала 21 команда в лиге. При этом вот эти команды из Original Six, они все равно продолжали еще доминировать. Там был единственный момент вот с середины 70-х годов, когда Филадельфия, тоже такая относительно новая команда, выиграла два кубка подряд. Это была команда с Бобби Кларком, ну, такое имя тоже, может быть, известное. Вот 75-й и еще там то ли 76-й, то ли 74-й, вот так они выиграли два. А так это все равно там Монреаль, вот все равно они все вот доминировали, ну, до момента, когда пришел Грецкий с Эдмонтоном, потому что помимо Грецкий там еще потом в команде появились и вот эти все остальные монстры типа Марка Месье и так далее, так далее, Яри Кури, Гранд Бюр и уже, ну, а, подожди, Айлендерс сначала, сначала были Айлендерс. Да-да, как-то стали Династия. Три года. Четыре года подряд, да, четыре года подряд они выигрывали с 80-го по 83-й, вот как раз Майк Босси и там и все остальные. Потом Эдмонтон их сместил, Эдмонтон выиграл пять за семь лет, ну и, соответственно, потом уже дальше, уже в 90-е уже там, ну, то есть они в 80-е годы, они вот так играли, была 21 команда, из них 16 попадало в плей-офф, а дальше уже в 90-е там опять понеслась, туда вот просто душа в рай, там была идея, типа, давайте мы удвоим наши доходы, и поэтому у нас будет 28 теперь команд, а не 21, а в итоге их стало 30, то есть вот эти все южные команды, Сан-Хосе, Анахайм, Тампо, Флорида, плюс вот Оттава вернулась, Атланта, вот это уже новая Атланта, Трэшерс, Нэшвилл, в общем, и потом уже в 2000-м году еще Миннесота, уже опять же новая Миннесота Уайлд, потому что старая переехала в Даллас, и, соответственно, и Коламус, вот, и стало 30 команд в лиге до Вегаса Сиэтла. Это вот особенность североамериканского спорта, потому что я не могу представить, чтобы в России, хотя, ну вот, кстати, первый прецедент, один из первых прецедентов — это переезд в Витязе хоккей. Из Чехова в Подольск, из Подольска в Балашиху. А как тебе Кунг-Вунь, который переехал в Мытищи? Ну, хорошо, нет. Витязь, это прям прецедент такой, да. А до этого-то у нас не было? Ну, это один регион, все равно, это один регион. А, то есть им надо куда-нибудь, я не знаю, совсем там в другую часть. В Уфу уехать. Например. Да, я понял. Хорошо. Вот, собственно, если мы будем говорить, это я так просто начал с того, что все думают, что была оригинальная шестерка. А это все вранье. А на самом деле это все вот так развивалось. В итоге мы пришли к вот этим 32 командам с появлением Сиэтла и потолку зарплат, который появился в 2006-м, ну вот после того, как был локаут 2005-2006. И, собственно, мы такой уже более-менее современный хоккей в последние, там сколько, 15 лет, там уже все правила, которые меняются, они так немножко все равно колеблются. Но более-менее это современный хоккей. То есть вот основные вехи, они все равно вот такие. Я бы вот отметил, что 90-е это было такое торжество оборонительного хоккея, типа там New Jersey Devils, вот эти трэпы, так называемые ловушки. А потом где-то вот начиная с потолка зарплат, с нулевых, лига такая, что-то мало у нас заброшенных шайб. Давайте будем придумывать правила в пользу атаки. И, в принципе, лига этим и занимается до сих пор. В общем, как-то вот так это все происходит. Именно вот так появилась НХЛ. Я бы хотел сказать по версии Андрея Юртаева. Сотворение НХЛ. По версии Андрея Юртаева, но это вообще по версии мирового спорта, по версии исторической. Все на этом. Отлично. Но надо отдать должное товарищу. Запомните это имя. Если что, погуглите. Эдди Ливингстон — это человек, без которого бы не было... Как быть настолько токсичным, что из-за тебя образуется лига спортивная, которая уже больше стали существовать. Настолько неприятно, что с тобой не хотят играть просто. Андрей Юртаев, Абдулов Эмиль, как появилась НХЛ? Теперь вы все знаете касательно истории этой лиги. Все остальное, все, что Андрей не рассказал, можно погуглить. Приятного аппетита и всем до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...